Фух, короче, история феноменальная, интересная получается. Приехал на озеро Синевир посмотреть. Снял в Межгорье жилье такое, купил покушать туда-сюда. Ну, думаю, схожу, поеду, посмотрю от Межгорье, там, 19 километров или сколько-то. Подхожу на попутку, короче, ну, на остановку вернее. Женщина с мамой останавливается, говорит, На Синевир, я, конечно, на Синевир. Запрыгнул, думаю, все великолепно, слаживается. Тормози. Тормози хоть ты. Вот никто не подбирает, а это жулики. Все так думал, слаживается хорошо, они меня высадили где-то на перекрестке, я в шоке просто. Оказывается, до Синевира еще 15 километров. Ну, тут красота, конечно, природа, вон, течет сзади. Ты шо? Лес вокруг, воздух. Бомба. Местный он поехал на лесопеде. Только в другую сторону что-то. Речечка. В общем, иду я на этот Синевир. Время уже я даже не знаю, наверное, 6 часов вечера. Успею я его сегодня увидеть, не успею, прям галопом по жопам. Называется. Кафе Белятерэ. Кава, пиво, квас, шашлык, машлык, шаурма, кутюрьма, все, короче. Вон, все хорошо, только, ну, да, до Синевира только еще 10 километров, наверное, идти. Так что вот такая вот у меня прогулка. Тур выходного дня. Это пиздец, короче. Йоу. Короче, продолжаются приключения. Был я на Синевире, попал все-таки. Пацаны меня подвезли, я заплатил, короче, им 100 гривен. Они меня прям туда машиной отвезли, я посмотрел, сфоткался. И вернулся, в общем. Благополучно, в общем. Ну, сегодня новое приключение. Бачев, бачев, такого я не знаю. Шо они тут, брехуны, короче, одни живут на Западной Украине, походу. Говорю, бля, в маршрутку сел, говорю мужику с дочкой. Он сел с дочкой возле меня, на руки взял дочку. Говорит, выйдешь, говорит, я выйду, через 15 минут ты выйдешь. Говорю, где этот водопад шипот? Я ка я выхожу, через 15 минут ка я выходишь ты. Проехал я нахер этот шипот. Сбрыхал мужик. Теперь нужно пешком, опять иду пешком. В общем, он вокруг, как всегда, красота. Леса, горы, моря, океаны. Чудик-чудик он, коров водит. Сейчас у него и спросим. Кажет, 7 километров тут пешком пройтись и все. В общем, весело. Слава богу, тут хоть воздух чистый, ходить можно до упаду. Экскурсия и за экскурсией идут просто... Gold excursion. Я не знаю, как экскурсия по-английски, а это вообще... Не важно. Важно то, что пешком хожу хорошо. Просто великолепно. Шипот, синевир, зато потом буду рассказывать. А я, блять, объездил нахер всю западную Украину. Был и там, и там все бачил. Да, все красиво, кругом было, все четко. А вот это вина, видите, это вина. Широкие леса, долины, поля, горы. Коровы, люди, гусы, свиньи. Вот такое вот. Ладно, короче. Продолжаются приключения, день второй. Потом дальше будет видно, что там. Короче, приближаюсь я к Шипоту, к этому водопаду и встретил Кабасю. Ну, это удивительное существо. Хрюшка, походу. Иди сюда, смотри, показывай. Вот она. Где? Вон она, посерка. Сейчас мы к ней подойдем. Ну, говори, давай. Давай дружить, Кабась. Кабась, так рокает, ты шо, глянь. Она гуляет просто, да? Ложись. Кабась. Это девочка, она скоро, наверное, будет рожать. Давай почешу. Почешу тебе, да? Хрюш. Хрюш. Вот, видите, это местная. Та ей нравится, ты шо, да? Сколько тебе, Кабась? Ну, покажи репу. Вот так, ты шо, спокойная такая. Куда там, ты шо? Да, да, так. На водоспад люди питают, чи добрые идуть. А вот я, наконец-то, и добрался до водопада. Обычный. Это я пошутил. Это еще не он. Блядь, надо голову помыть, это пиздец. Свинью трогал, потом голову. Свинья сам. Это только начало, походу. Подзасранный немножко. Опа, чудик полетел. На вкусу, да? Бля, круто, че себе проехаться так? Опача. Водопаджа. Теночка там хорошая сидит. В общем, скоро. Скоро. Восе и он. Водопад Шепот. Под ним до-то стоять. Такие уреты. Получается. Вот так он идет. И пошел, и пошел. И пошел, и пошел. Годится. Оп, я такой. На подъемнички еду. Поднимаюсь на горы. А с горы буду спускаться. Черники покушаю. На поле тут много черники. Вот такая вот канитель. Карпатяки. Карпатяки.